Высказывание нобелевских лауреатов о Боге Самостоятельно Бытует такое устойчивое мнение, что ученые, и особенно в области точных наук, должны напрочь отрицать существование Бога На самом же деле это совершенно не так И ученых, верующих в Бога, в той или иной степени, ничуть не меньше, чем ученых-атеистов В 2005-2009 годах социолог Элейн Экланд проводила исследования, главным предметом которых был вопрос о том, как ученые относятся к религии Вместе с коллегами она опросила 1646 ученых из 21-го американского университета У многих из них взяла интервью, и результаты были опубликованы в нескольких научных журналах И также в виде отдельной монографии, которую она держит в руках, наука против религии Что на самом деле думают ученые Конечно, здесь вера не интерпретировалась в ключе монотеистических религий Ученые могли называть себя верующими на том основании, которое они сами считали приемлемым для этого Не обязательно нужно было принадлежать какой-либо одной или другой религии, то есть просто вера в Бога Среди опрошенных ученых оказалось 34% атеистов 12 из них назвали себя духовными людьми, но при этом атеистами 30% агностиков, которые допускают, что Бог существует 36% верующих 9% при этом полностью уверены в существовании Бога 14% сомневаются, но утверждают, что верят 8% верят в высшую силу, а не в Бога, как в личность И 5% верят в Бога время от времени Ну, в любом случае, 36% верующих Если говорить о других исследованиях, то Соединенные Штаты Америки Это одна из тех стран, где как раз-таки агностиков, верующих и атеистов Ну, достаточно поровну 35%, 36%, 30% Вот здесь на диаграмме видно Если говорить о других странах, таких как Турция, Индия, Тайвань, Италия, Гонконг То число верующих ученых там гораздо больше Вот поэтому, если говорить в целом мире про ученых То можно сказать, что верующих или допускающих существование Бога Или наличие какой-то высшего разума, вселенского закона Среди ученых гораздо больше, чем, соответственно, атеистов Сама Экланд Элейн Экланд Утверждает Многое из того, что мы думали О вере выдающихся ученых Было неправильным Непреодолимая вражда между наукой и религией Это лишь шарж Мысль-клише Которая, возможно, является неплохой сатирой На групповое мышление Но навряд ли отражает реальность Теперь давайте непосредственно к нобелевским лауреатам Мой отец как-то сказал После того, как обнаружил, что множество нобелевских лауреатов верующие люди Он сказал такие слова Либо надо признать, что Бог есть Так как такие умные люди не могут заблуждаться Либо нужно продолжать быть атеистом Утверждая, что ты умнее их всех После этого, по крайней мере, он стал агностиком И начал какой-то свой путь к Богу А к концу жизни Мой отец тоже относил себя к ученым людям Он пришел даже к тому, что нужно изучать Божье Слово И, соответственно, строить какие-то личные отношения с Богом Давайте разберем несколько цитат Которые когда-то повлияли очень сильно на моего отца И, соответственно, как я уже сказал Это не все нобелевские лауреаты различные Их гораздо больше, которые так или иначе говорят о вере и о Боге И, надеюсь, что у вас просто появится желание Как-то эту тему дальше изучать самостоятельно Макс Борн вошел в историю Как основоположник современной квантовой механики Именно за фундаментальные исследования в этой области В 1954 году он получил Нобелевскую премию Будучи немецким физиком-теоретиком Он также много времени уделял Атомной физике, оптике, философии, естествознания И общественным проблемам Анализу той ситуации, в которой оказался мир После Второй мировой войны И способом выхода из нее Вот такой вот разносторонний человек И он говорит такие слова Многие ученые верят в Бога Те, кто говорит, что изучение наук делает человека атеистом Вероятно, какие-то смешные люди Не знаю, какие смешные люди Но, вероятно, какие-то смешные люди Следующий человек, получивший Нобелевскую премию Тоже по физике В 1932 году Вернер Гейзенберг Получил он Нобелевскую премию За создание квантовой механики Применение которой привело, помимо прочего К открытию аллотропических форм водорода И его слова такие Первый глоток из сосуда естествознания порождает атеизм Но на дне сосуда нас ожидает Бог Начиная заниматься наукой Может быть, сначала, поначалу кажется, что наука может все объяснить Но в конце концов понимаешь, что без Бога дальше двигаться невозможно Дальше Джозеф Джон Томпсон Английский физик, который изучал рентгеновские лучи Открыл электрон В 1906 году был удостоен Нобелевской премии Его слова такие Здесь не написано, но Если вы мыслите достаточно сильно, то будете неизбежно приведены наукой к вере в Бога И увидите, что наука не враг, а помощница Бога Наука не враг Бога, не враг религии, а помощница Бога Дальше Артур Комптон Американский физик Лауреат Нобелевской премии по физике 1927 года Для меня вера начинается с того, что высший разум вызвал Вселенную к существованию и сотворил человека Для меня нетрудно иметь эту веру, поскольку неоспоримо, что там, где есть план, есть разум Упорядоченность Вселенной свидетельствует об истинности наиболее величественного утверждения Вначале Бог Благодаря более глубокому познанию природы мы лучше познаем и Бога природы А также роль, которую мы должны выполнять Следующий Лауреат Нобелевской премии Нильс Бор Это датский физик И, соответственно, лауреат Нобелевской премии по физике Он создал первую квантовую теорию атома Участвовал в разработке основ квантовой механики Внес значительный вклад в развитие теории атомного ядра И ядерных реакций Процесса взаимодействия элементарных частиц со средой Нильс Бор говорит такие слова Не наше дело предписывать Богу, как Ему следует управлять этим миром Ученые лишь исследуют те законы, по которым мир и Вселенная созданы И не наше дело предписывать Богу, как Ему следует управлять этим миром Следующий Лауреат Нобелевской премии Вольфган Паули Швейцарский физик Один из создателей квантовой механики И релятивистской квантовой теории поля Он лауреат Нобелевской премии по физике 1945 года Его слова такие Мы должны признать также, что на всех путях познания и избавления Мы зависим от факторов, находящихся вне нашего контроля и носящих в религиозном языке название благодати Мы зависим от благодати На всех путях познания и избавления зависим от факторов То есть, или от благодати Следующий Нобелевский лауреат Это Поль Дирак Английский физик Один из создателей квантовой механики Квантовой электродинамики Квантовой статистики Нобелевскую премию по физике получил в 1933 году За разработки новых перспективных форм атомной теории Природе присуща та фундаментальная особенность Что самые основные физические законы Описываются математической теорией Аппарат которой обладает необыкновенной силой и красотой Мы должны просто принять это как данное Ситуацию, вероятно, можно было бы описать Сказав, что Бог является математиком Очень высокого ранга И что Он при построении Вселенной Использовал математику высшего уровня Бог самый лучший в мире математик Ну и давайте еще одного Лауреата Нобелевской премии приведем На этот раз лауреат Нобелевской премии по химии Ричард Смолли Он удостоен Нобелевской премии по химии в 1996 году Является доктором философии Ну и профессором химии и физики в США Только Бог знает цель этой Вселенной Но современная наука все больше убеждается Что именно точнейшее устройство Вселенной Сделало человеческую жизнь возможной Нам принадлежит некая важная роль в Божьем замысле Наша задача постараться понять эту роль Любить друг друга И содействовать Богу в исполнении его замысла Ну и наверное последнюю цитату Которую я хотел сегодня в этом видео привести Она не относится к Нобелевским лауреатам Но мне в чем-то весьма симпатично Наполеон Бонапарт Как-то сказал такие слова Во времена, когда уже утратил Свою славу и свое величие В одни моей славы я был в таком почете у многих людей Что они с радостью за меня умирали Но все-таки требовалось мое присутствие Чтобы вдохновлять этих солдат А теперь, когда я нахожусь на острове Святая Елена Кто за меня сражается? Кто остался мне верным? Такова судьба великих людей Какая глубокая пропасть Между моим падением И вечной властью Сына Божьего Я еще не умер А мое дело уже разрушилось В то время как Христос 19 столетий тому назад умер А дело его существует точно Как в то время, когда он действовал на этой земле Он единственный Который после своей смерти Остался живым и могущественным Почти во всех краях земли Проповедует его слово Иисуса любят и ему молятся Александр, Кесарь Карл Великий и я сам Мы были основателями мощных государств Но на чем держалась и держится наша власть? На силе Иисус Христос основал свое царство на любви И в настоящее время тысячи людей Отдали бы с радостью за него свою жизнь Иисус является завоевателем Который истинно объединяет Не только один народ Но все человечество с самим собой Вот один из величайших Полководцев Диктаторов Который фактически Объединил мир под своим началом Говорит такие слова об Иисусе Христе и о Боге Что вечное царство строится Основываясь на любви А силы и оружие Насилие Мир во всем мире построить невозможно А сама эта любовь Высшая любовь, благодать Она исходит от Бога Поэтому если подводить итог Высказыванием Нобелевских Лауреатов Различных Как я уже сказал Их огромное количество В интернете можно найти все эти высказывания Как раз таки Чаще всего Ученые Которые Придерживаются Каких-то точных наук Они в какой-то момент Приходят к вере В Бога Конечно есть И масса ученых Которые не верят в Бога Но как говорил мой отец Это В любом случае Вопрос именно веры То есть Все верят Одни верят Что Бог есть Другие верят Что Бога нет Но те кто верят Что Бог есть Им На этом свете живется Проще Потому что Как сказал Ричард Смолли Бремя доказательства Лежит на тех Кто не верит Что книга бытия Истина Что вселенная Была сотворена И что творец По-прежнему Поддерживает Своё Творение То есть Им нужно Придумывать Каким-то образом Оправдание Своему Безверию Но в любом случае Эта тема Очень интересная Как мне кажется Достаточно Вдохновляющая И важная Поэтому Ищите Высказывания Нобелевских лауреатов Различных Учёных О вере в Бога Ну и Пишите своё мнение В комментариях Оставляйте Какую-то Обратную связь Которой я всегда Рад Подписывайтесь на мой канал Всем Хорошего дня Спасибо